Герой Советского Союза Владимир Смирнов жил в этом доме. Отсюда ходил учиться в 27-ю школу, расположенную неподалеку. И, как и многие ребята того времени, занимался в аэроклубе. И уже в 15 лет заслужил право на самостоятельный полет на аэроплане. В аэроклубе Владимир учится не только управлять самолетом, но и стрелять из винтовки, бросать гранаты и ходить на лыжах. Но как не готовил себя к военным будням, юноша, в 41-м, когда началась война, ему было всего 16. Попасть на фронт в столь юном возрасте шансов никаких. Помогать армии Володе идет на эвакуированный в Барнаул станкостроительный завод. Память о своем прославленном работнике на заводе бережно хранят. В инструментальном цехе до сих пор стоит станок, на котором Смирнов вытачивал изделия военного назначения. Как рассказывает, кто с ним работал, он настолько был целеустремленный молодой человек и очень цепкий в работе. Но самое главное, всегда помогал, делился опытом. В него вылюблены были все девчонки. Но самое интересное, что дружба-то заключалась в чем? Когда выключался станок, взобраться на этот теплый станок, погреться и, как бы, все помотать ногами, подержаться за руку. Станок, рассказывает директор музея, хоть сейчас ключи будет работать. А изделия, которые вытачивал Владимир, выглядели примерно так. Норму Смирнов всегда выполнял. А когда исполнилось 18, ушел на фронт. Будучи командиром минометного расчета, старался всегда быть на острие атаки. Калининградский, Прибалтийский фронт. Ранения в ногу госпитали снова на передовую. Судьба старшего сержанта оборвалась внезапно у белорусской деревни Шумшина. Смирнов с отделением теснил врага по правому флангу атаки. Вдруг Барнаулиц увидел в засаде немецкого пулеметчика, державшего на мушке наших солдат. Все решили доли секунды. Он бросился на этот пулемет, закрыл его своим телом, и рота все же взяла эту высоту. За этот подвиг нашему земляку присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Сегодня в краевой столице имя Владимира Смирнова носит школа, в которой он учился. Улица, бывшая Третья Западная. У проходной станкостроительного завода 1973 года стоит металлический бюст героя, у подножия которого ежегодно проходят памятные мероприятия. Алексей Янкин, Николай Шелко, информационный канал Город.